Приветствую вас. Совершенно очевидно, что проблемы, которые вы описываете, они достаточно серьезные, они достаточно системные, в том смысле, что они происходят не в первый год, скорее всего, и, соответственно, вы их привыкли. Каким-то образом себя вести, и муж, вероятно, тоже привык вести себя неким определенным образом, вот, поэтому ситуация, я бы сказал, не простая, в том смысле, в том смысле, что нужно к ней подходить, на мой взгляд, достаточно, ну, достаточно грамотно, да, достаточно грамотно, без какого-то такого, если угодно, фанатизма, да. То есть нужно к ситуации подойти максимально. Корректно, вот, и в первую очередь, наверное, разобрать ваше собственное поведение и ваше собственное восприятие себя, да. В первую очередь нужно поработать со своими проблемами, в первую очередь нужно поработать со своими трудностями, в первую очередь нужно поработать с тем, что беспокоит, например, непосредственно вас, да. То есть это вот некоторые, скажем так, причины строго ваших, некоторые трудности, некоторые проблемы. Вот, например, основание, допустим, по которому вы выбрали своего мужа. То есть вот, ну, вы же его, получается, выбрали, да, вот, и я думаю, что у этого есть причины, что вы его выбрали, что его мужа, вот, то есть я думаю, что есть что-то, что связывает вас, есть что-то, что удерживает вас, вот, есть что-то, что мотивирует вас лично быть вместе и так далее. То есть вот выбор, который вы делали, очень важно для себя рассмотреть и разобрать. Вот. Ну, а в целом, дальше, вот, в дальнейшем, вот, то, что я могу, могу сказать, это, конечно, гармонизация отношений. То есть, ну, гармонизировать, в принципе, можно любые отношения, вот. гармонизировать, если, ну, главное, чтобы желание было, да, вот, например, у вас работают над этим, допустим, и так далее. То есть, чтобы не ссориться, например, вот, чтобы навыком бесконфликтного общения овладеть, вот, и так далее. Но, ну, не меняться, нужно меняться, и без изменений ситуация не изменится, вот, к сожалению, к моему, ну, к моему большому сожалению, да, без ваших изменений ситуация оценок такой. Вот. Муж, ну, муж, эээ, конечно, у вас нет всякого сомнения всех в пицце, да, но тут ведь, эээ, тут что-нибудь остается в том, что вы выбрали его сами, вот, и, в общем-то, никто, никто вас не заставлял его выбирать, вот, и то, что вы решили быть с ним, и то, что вы продолжаете быть с ним, это, ну, какой, ну, это, это ваш выбор? Вот, к, эээ, ну, к сожалению, а, может быть, и к счастью, не знаю, вот, это ваш выбор, и, эээ, вам решать, эээ, что вы будете делать с этим дальше, ну, муж, эээ, муж скорее всего не изменится, он скорее всего останется тем же, да? Вот, объективно их страдают ваши дети, и, эээ, то, что вы ссоритесь с, эээ, с ситуацией, эээ, ну, с ситуацией какого-то, вот, вот, плюса, не, не добавляет, к сожалению, к сожалению. Вот, поэтому очень важно, наверное, как-то вот, эээ, ну, как-то взять на себя ответственность, эээ, вот, за, ээээ, то, что между вами, например, происходит. Вот, и, эээ, ну, постараться взять ответ, эээ, постараться взять ответ, ответственность за то, что между вами происходит. И, соответственно, ээээ, ээээ, таким образом, начать потихонечку, 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 ээээ, решать те проблемы, которые у вас есть, потому что, эээ, иначе, ситуация не улучшится. Это, эээ, совершенно, точно и, совершенно определённо. Давайте разберём сейчас ваш текст, значит, ээээ, мне 30, мужу 31 год, женатый 7 лет, ээээ, двое детей, старше 10 лет, моя первая брака, младше 4 года, выгляжу нормально, рост, ээээ, со 70, 75, я за собой ухаживаю по мере возможности, мы работаем обзор, так сказать, мы уже в 3 раза больше, квартиру снимаем, машину снимаем. Вы знаете, вот вся эта информация, да, она как-то очень, ну, странно выглядит, есть ощущение, что вы, как будто, вот я даже не знаю, как будто резюме какой-то, эээ, оформляет, эээ, вот, эээ, такое у меня чувство разненького. То есть, эээ, как-то вот очень вы, ээээ, очень вы как-то бездушно, да, эээ, что ли, ээээ, приборносите, да, то есть, вот, ээээ, что вот такая-то такая информация, такая-то, такая информация, такие-то, такие, ну, такие-то, такие-то моменты, вот, ну, вы, вы считаете это, эээ, вот, тем самым, как-бы, эээ, успехом, да, вы считаете это, эээ, ну, вот, эээ, моментами для, эээ, организации вашего счастья, или, или, или как, или что. Потому что, ну, если, ээээ, так, то, вот, один момент, если, все-таки, по-другому, это немножко другой момент. Короче, веет, 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 веет холодом, веет от того, как вы все это преподносите, вот, веет холодом, честно говоря. Поэтому я надеюсь только-только на то, что вы, вот, ну, как-то обратите на это внимание, да, то есть, как бы, что, ну, не в этом, не только в этом дело, да, что, как бы, это все такие достаточно чисто внешние, истории, чисто внешние моменты, вот, что есть еще, ну, ну, другие более важные какие-то аспекты, вот, например, что вас объединяет, что вам нравится, ну, просто вообще, вот, что вам нравится, что вам, если вам нравится заниматься, например, вот, что вас, ну, что вас привлекает, например, вот это вот гораздо, это гораздо важнее, чем то, что вы описываете. Ну, здесь ситуация такова, что муж, скорее всего, ревнует, ревнует к вашему, вот, предыдущему мужчине, и, соответственно, она отыгрывается на ребенка, так бывает, с площадью рядом, вот, это, кстати, это нехорошо, это ужасно, вот, ну, такое бывает, когда человек, ну, вот, по ряду причин, да, не отмирился с тем, что у его женщины, ну, в данном случае у вас, ну, было вот, что-то у него, вот, так что это ревность, и, опять же, дочери это, ну, с одной стороны желательно бы объяснить, с другой стороны, ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, но он всегда так делал, да, то есть, как бы, это же не... что-то такое вот, что только сейчас появилось, это было, ну, было раньше, вот, и, соответственно, непонятно, почему вы, к примеру, терпели это, вот, то есть, это, ну, то есть, как минимум странно, да, то есть, что изменилось. Когда дети не видят, пытаются мы объяснить, что так нельзя, ссорим, что это виноват, потому что неправильно воспитал детей. Ну, смотрите, во-первых, что именно вы объясняете, что так нельзя, то есть, я думаю, мужчина ваш, человеку взрослый, он, наверное, понимает, что так нельзя, но другое дело, что он не может, не может этого не делать, это совсем, извините, вот, извините, немножко, да, это совсем другая история, что человек, человек просто, человек может быть и рад, был бы, но он не может, и это уже совсем другая история, понимаете, вот, то есть, вы хотите что-то у человека, в данном-то случае, отобрать, вы хотите что-то, в данном случае, у человека забрать, а идея в том, чтобы не забирать, а постараться, постараться, как раз-таки понять, что человеку нужно, то есть, не забирать, а именно, что-то дать, вот, это, наверное, более, такая, такая позиция, которая вам могла бы помочь, вот, то есть, не спешите, не спешите что-то забирать у человека, у человека, вот, не спешите, что-то, у него отнимается говорить, что нельзя, потому что это, ну, не первый раз такое, да, вот, и с радио тогда этот человек не изменится. Дальше, а следующий важный момент, который, хочу сказать, то, что вы ссорами, то есть, ссорами, ну, тоже делу, да, особо не поможешь, вот, понимаете? Ссорами, конечно, так, это все, хорошо, я не позволю про то, это, что это вообще не позволяйте. Поэтому здесь нужно изучить, следовать неконфликтные модели поведения, именно неконфликтные, вот, чтобы вы могли иметь взаимодействие с мужем, коммуникации с ним без конфликта. Дальше. Психологическую игру скандал изучить. Если у него нет настроения, испортят его всем, а прикапывают грубые мелочи, в деньгах, покупках скуп, заказы и 100 рублей от счет, потом он почти не помогает, и другим ребенком не помогал вообще. Ну, это, смотрите, вы жалуетесь на человека, вот, то есть, ну, просто, просто, просто жалуются на человека. Я, конечно, не собираюсь его оправдывать, но, как-то, 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 как-то вот так вышло, что, ну, что, вот такой человек, да, и он вас, типа, не устраивает. Вот, но, если он вас не устраивает, чего я имею ввиду. Вот. Ну, вы с ним уже вполне, ну, выбирать не выбирали, выбирать оставаться. Правильно. Вот. Поэтому, тут, ситуация не одна наша. Вот. В одной стране вы вроде бы не возглавитесь, но в другой стране вы, на мой взгляд, не совсем честны с собой, с собой. Да, вот. То есть, ну, человек такой, да, вот. Скорее всего, он не изменится. Скорее всего, он таким и останется. Вот, посмотрите, да. Готовы ли вы его, там, соответственно, принять. А если не готовы, то, ну, возможно, стоит задуматься о том, чтобы достаться. Вот. Если шансы, ну, если в целом у вас к нему позитивные отношения, то в таком случае отношения можно гармонизировать. Вот. Ну, сейчас выглядит всё так, что человек, вот, он, там, максимально, вот, максимально, максимально. Максимально для вас плохой. Ну, это немножко перегиб. Когда он вот такой, он, безусловно, он не идеальный, вот, но вместе с тем, я думаю, что вы меня отвечаете за свой выбор, потому что это, опять же повторюсь, ваш выбор был. Если человек изменится, то вы эти изменения, получается, принимали. Дальше. Мои нервы уже на исходе, я срываю все это на это все чаще. Ну, давайте конкретно, конкретно, что вас, что вас задевает. Если поссорились, можем не разговаривать ниже к мне, при этом не надо однобыть, и, думаю, порядок, иначе, чтобы всё загубиться, можно специально работать других детей, чтобы не надо делать, что делать, как улучшить ситуацию. Ну, какую ситуацию, понимаете? То есть, ситуация, это что здесь? Ситуация, это вы. Это вы. Вот, ну, ситуация, это вы. Допустим. Для меня. Вот. И в вашей модели поведения, да, если есть что-то такое, что, в том числе, ну, скажем так, приваскивать конфликт. Вот. Ну, и, соответственно, с этим можно и нужно разбираться. Вот. Дальше. Разводиться не хаучу, но морально от всего встало. От чего от всего? Говорить, что любит меня, я не вижу этого, парня. Они в отношении ко мне не поток, только на словах, да, все годы, подарки, только деньги, претензии, постоянно. Ну, вы, я боюсь, сами, сами, достаточно негативно здесь настроены. Вот, я так вот, боюсь, что вы достаточно негативно настроены здесь. И, соответственно, я думаю, все-таки с приванностью поработать с вами. Для того, чтобы понять, ну, что, насколько вы готовы меняться дальше. Дальше уже будет, в принципе, видно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Все удалки.